Ну а во всем привет, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в The Elder Scrolls Online, дорогие друзья! Сегодня утром, значит, мне поступил звонок. Просыпаюсь я такой, короче, от звонка. И звонят мне, короче, разработчики The Elder Scrolls. И говорят, Шуморка, мы знаем, что ты, опенкейсер, в разных играх часто открываешь кейсики. И мы решили сделать для тебя обновление в твоей любимой MMORPG. Я такой говорю, ну нихуя себе говорю, спасибо огромное, блядь. И, соответственно, захожу в игру и смотрю, что у нас здесь появляется, друзья. А у нас появляется такая штука, как Crown Crates, ребята. Это, соответственно, кейсы The Elder Scrolls Online. Да, вы не поверите, они теперь здесь присутствуют. Что насчет моей игры? Я продолжаю играть, продолжаем развиваться. Гильдия у нас развивается, ребята пишут письма, потихонечку всех приглашаем, так что пишите письма. Можете писать письме собаке Ноуфексу. Так, он сейчас не онлайн, да? Ну вот, вы можете написать ему, он тоже примет. Либо кому-то из гильды, то есть все могут принимать в гильдию. В принципе, у нас уже 73 человека. Но сегодня у нас тематика видео совсем другая, не связанная с этим. Сегодня мы будем открывать. Я, значит, купил 5000 корон, обошлось мне это в 2500 рублей. И, соответственно, на эти 5000 корон мы сейчас будем открывать Storm от Ранах Крейт. Перед этим я, наверное, немножечко сделаю вот таким вот образом. Сделаю русский язычок в игре, ребята, да. Во-первых, магазин в Zelda Scrolls Online игровой процесс. Единственное, как он может повлиять на твой игровой процесс, это, например, ты можешь покупать свитки опыта, да, и, соответственно, быстрее прокачиваться в тех же подземельях и так далее, чтобы твой левел максимально рос. Как я понимаю, вот я уже пару кейсиков открыл, точнее один. И мне выпал такой вот краун кейс и еще несколько девайсов различных. То есть там выпадает 4 карты. Сейчас посмотрим, что нам выпадает, ребята, с этих 15 кейсов. Давайте проверим. Нажимаем купить. Открыть краун кейсы, посмотрите. Каджит такой сидит. Ну что, давай откроем, говорит. Открыть ящик, ребята. Раскидочка карт пошла. Очень интересно сделано. И вот в этой карте что-то интересное. Как я понимаю, по редкости это все различается. Здесь я выбил какое-то зелье. Краун инвизи, зелье невидимости. Здесь я выбил какое-то зелье для война. Здесь я выбил еще одно такое же зелье. А здесь рваную одежду, пожалуйста, друзья. Рваную одежду. Давайте откроем еще. У нас их 14. Давайте посмотрим, насколько редкий дроп может быть в этих самых кейсах. Так, здесь мы выбиваем опять напиток. Зелье инвизи, невидимости. Краун сурвайвор. Очень много зелий. Опа. Оттопыренные гребни, ребята, на арганианцев прическа. Вот это вот мне не нужно абсолютно. Но так как у меня редгард. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Кронный ремонтный комплект. Полезная вещь. Кронный мимический камень. Говно-говно. И здесь у нас доедрический скамп. Пожалуйста, не боевой питомец мы выбиваем, ребята. На самом деле очень дорого получается. Но если за 5 тысяч покупать, то в принципе это интересно. Кронный камень. Опять же тоже зелье. И еще одно зелье. И ебон. Ебон. Ебон блейдс, дорогие друзья. Аксессуар для лица. Эбонитовые клинки. А на щеках у нас появляются у арганианца. Давайте смотреть, что же будет дальше, друзья. Это же... Нихера легендарная карта! Доспехи жертвенной души. Костюм, ребята. Кронный смертельный яд. Кронный смертельный яд. Кронный смертельный яд. Небоевой питомец тигреночек. Тигреночек. Мур-мур-мур. Ебоный насос, дорогие друзья. Это очень интересно. Еще одна легендарочка. Так, смотрим. Кронный смертельный яд. Кронный мимический камень. Хилстромская ящерица пердок. А предок. Предок. Еще один небоевой питомец. Рыжий боевой волчонок. Ау-ау-ау! Ребята, нифига себе! Давайте смотреть, что будет дать. Мне это нравится. У нас уже две легендарки, ребята, выпало. Кронный ремонтный комплект. Кронный... Этот, этот, этот... Что-то я слишком радостно открою. Я люблю вообще кисики и всякую такую подобную жопу. А, у меня уже такое было. И поэтому мне дали пять таких вот этих штучек. Видите? Я не знаю, для чего они нужны. Но, тем не менее, поехали дальше. Давайте смотреть, что выпадет дальше. Каджит раскидывает карты. Здесь у нас тоже яд. Здесь у нас зелье. Здесь у нас свиток экспириенса. И здесь еще одна такая же шапка, которая у меня была. Она мне не нужна. Давайте посмотрим, что будет дальше. Так, так, так. Кронный, кронный. Здесь вечернее платье. Сейчас мы его примерим, естественно, на моем пацане. Посмотрим, как он в платье будет выглядеть, друзья. Давайте посмотрим дальше. Кроун варьерс, кроун варьерс. А здесь доспехи жертвенной души тоже уже были. Поэтому мы открываем дальше. Неплохо, неплохо. Пока что две легенды. Еще одна. О, фиолетовая карта. Краун крейтер фрешинг дринк. Говношляпа какая-то, дорогие друзья. Спиральная шляпа фибоначчи яд. И обволакивающая раскраска тела. Посмотрите. Великолепно. Великолепно. Смотрим, что же будет дальше, ребят. У нас еще есть ящики. Каджит продолжает раскидывать карточки. И еще одна бонусная награда нам выпадает какая-то. Еще одна ящерица была. Кромный урок грузоподъемности издового животного. Мейджор Краун. А Мейджор Краун че, блин? Ладно, посмотрим потом, что это такое. Это зелье, видимо, да? Какое-то у нас тоже. Давайте еще посмотрим. Так, здесь синечко-зеленочка. Эликсиры. Смертельный яд. Кожанное одеяние. Пожалуйста, столько одежды мы навыбивали, ребята. Это просто дичь какая-то. Так, смотрим. Аура грозового Атронаха. Ауры какие-то есть. Надо посмотреть на это, ребята. Ёпта, блядь. Так. Ребордс are ready, говорит. Да и дреческий скамп у нас тоже уже был. Все, ребята, ящики мы с вами посмотрели. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Давайте зайдем вот сюда. Внешний вид, значит. Головные уборы, во-первых, у нас появились всякие различные. Но у меня головной убор не отображается, поэтому у меня его нет. Дальше. Прически это мы не можем. Растительность на лице, драгоценности, костюмы. Костюм у нас появился, вечернее платье, друзья. Вот так вот выглядит у нас пидорастический. Теперь мой редгард, дорогие друзья. И пусть кто-то докопается нахер, что у меня есть платье. Ничего страшного, как бы. Так, значит. Здесь еще какие-то. Одежда дежурного пирата. Так, это было. Рваная одежда жертвенной души. Вот этой одежды у нас не было еще. Давайте посмотрим. О, господи. О, господи. Какое, какое говно, ребята. Феррого, фер... О, форма первого помощника капитана, ребята. А, это у нас было уже. Это у нас было. Кожаное одеяние. Вот мы выбили. Кожаное одеяние. Ну, довольно нормально так выглядит. Как бы по-бомжатески немножечко. Но, тем не менее, нормально. Так, ладно, оставим. Раскраска тела. Обволакивающая. Только для Арганианина. Личности здесь уже все было. Сувениры. Аура грозового Атронаха. Она применяется разочек, по-моему, да? И потом просто исчезает, насколько я понимаю. Это так, чисто для понтов у тебя получается такая тема. И потом она исчезает. Да, это просто сувенир. У меня еще вот такая есть побрякушка фанвира. Просто что-то светится, как бы, да? На 10 секунд и так далее. Не боевые питомцы. На вот такого вот мы выбили, соответственно, такого тигренка. Такой тигренок у нас есть, посмотрите. Киса, да? Киса вонючая. Так, киса, это хорошо. Дальше. Рыжий боевой волчонок. Давайте посмотрим. Рыжий боевой волчонок. Вот так вот он выглядит. Ну, просто маленький волчонок. Ничего такого. Волчонок и волчонок. Так, давайте посмотрим, что еще мы здесь выбили. Так, мы выбили ящерицу. Ящерицу предка. Ну, ящерица предок. Ну, ящерица и ящерица. Ничего такого. Давайте теперь зайдем вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь имеется. У нас... Вот, вот мы навыбивали. Спеллкастер эликсир. Мейджор краун крейт экспириенс скролл. На 100% опыта больше! What the fuck? Вот это да. Грузоподъемность животного, пожалуйста. Его надо изучить обязательно. Это нужно изучить. Это, кстати, вот грузоподъемность и свиток. Вот этот он дает грузоподъемность, по сути, и персонажу. То есть, получается, ты прокачиваешь, типа, для лошадки, да, грузоподъемность. Но это на самом деле остается и на персонаже. Так, так, так. Кронный мимический камень. Мимический яд. Смертельный яд. Урок грузоподъемности еще раз используем. Ну, в принципе, что-то я могу разобрать. То, что мне не нужно. Например, кронный камень душа. Если он мне не нужен, да, то я могу, соответственно, с ним... С ним что-то сделать. Я могу его разобрать, насколько я понимаю. Отправить как флам. Разделить кучу. Нет, пока мы это делать не будем. Насколько я понимаю, вот на эти вот штуки можно на кристальчике это все делить. Эту тему. Ну, неплохой дробчик, ребята. Неплохой дробчик. Мы много чего получили из магазина. Ну, хз. Мне кажется, дороговатая, конечно, эта тема. Но, тем не менее. Друзья, значит, по поводу еще раз The Elder Scrolls Online. Новое обновление вводится постоянно, как я понимаю. У нас что-то обновилось в магазине. Насколько я понимаю, теперь у нас есть больше, 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 больше... Нет, не наборы. Мейджор Экспириенс Скролл. Интересно, он только... А-а-а. Его можно выбить только там. Ребята, этот Мейджор Экспириенс Скролл не падает просто так. Вы видите, да, что они сделали? Они сделали мотивацию открывать вот эти контейнеры, насколько я понимаю. Но, что могу сказать? Интересно. Интересно пооткрывать их. Падает все то, что есть в магазине. То есть, никаких там убер-оружий и так далее, как я уже говорил, нет. Это все вот связано с костюмами и с прочим, с прочим, с прочим. То есть, в принципе, все, что можно приобрести в магазине за короной, получается, ты можешь получить, соответственно, с этой темы. Вот такие дела, друзья. Гильдия у нас называется Шиморо Армии. Вступайте, кто хочет. Соответственно, вам спасибо, как всегда, за просмотр. Если вы хотите еще Зелдер Сколлс Онлайн, не забывайте поставить лайк. С вами был Шиморо. И мы увидимся уже на новом видео. Всем удачи, друзья. И пока. До новых встреч. У-у-у!